Здравствуйте, уважаемые коллеги! Эта презентация была подготовлена за очень короткий срок и в условиях строжайшей секретности, поэтому не судите ее строго. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь в помещении одни или исключительно в кругу сотрудников Classify Skylab, имеющих уровень доступа не ниже третьего. Спасибо! Еще раз приветствую вас! Меня зовут Nova Ries. Я старший лаборант отдела селекции и отбора резидентов, бывший отдел экспериментов над агентами. Вы, должно быть, в курсе, что мы стараемся уходить от термина эксперимент. Руководство считает это слово агрессивным и некорректным в контексте наших разработок, но сегодня не об этом. Спешу сообщить, что долгожданный проект KIT 856073 наконец запущен. Вы отобраны для мониторинга сопутствующих событий и я призываю вас к максимальной бдительности. В этот раз, для того чтобы вырастить идеального будущего агента, были отобраны сразу три пары перспективных родителей. Каждому участнику был подобран спутник близкий по возрасту, а также с личностью и генетикой, идеально дополняющими его и соответствующими цели воспитания будущего ребенка. Частью программы является рождение у каждой пары по меньшей мере одного ребенка. Их первенцы и станут целью этого проекта. Им будет выплачено единовременное пособие в размере 22 тысяч символионов, на которые они смогут приобрести жилье. Они не должны выделяться среди окружающих их соседей. Как только ребенок появится на свет, они должны будут сделать все возможное, чтобы вырастить его максимально успешным и талантливым. Чтобы ваша работа над проектом была более удобной и продуктивной, я подготовила для вас профиль участников нашего экспири... простите, проекта. И первой я представлю вам Джену Ли. Переехала в Дальсольвелли из пригорода горы Комареми. Всегда осознавала, что очень красиво и стремилась этим пользоваться. Что ж, воспользуемся и мы. Простите мой юмор, коллеги. Сначала снималась в рекламах, потом получила роль в достаточно успешном фильме, но по-настоящему популярной так и не стала, что нам на руку. Завела интрижку сразу с двумя начинающими звездами, и частица той мимолетной славы преследует ее до сих пор. Сейчас она законодательница мод. В свободные минуты она ищет просветление и дзена. В проект ее приняли благодаря внешности, конечно же, в надежде, что ее потомок станет таким же притягательным, что тоже немаловажно для целей, для которых будущий ребенок будет рожден. Ей в пару был выбран Харлан Манет. Родился и вырос в Стрэйнджервилле. Досрочно окончил местную школу и быстро получил спортивную стипендию в институте Фоксбери. Благодаря незаурядному уму с высшим образованием тоже справился легко. Получил диплом с отличием по информатике. Наш фериал в Стрэйнджервилле с радостью принял одаренного студента на работу. Не стоит переживать на этот счет, коллеги. После всем известной ауны все сотрудники прошли тщательную проверку и процедуру себя. Кроме того, с его уровнем допуска он вряд ли мог что-то знать. Отдел Харлана не был замешан в происшествии. Молодой человек ушел в армию, чем изрядно удивил своих коллег. После случившегося долго не мог прийти в себя, даже ушел в долгий запой. Чуть не увел жену у сослуживца. Их интрижка началась на совместном задании, что говорит о его притягательности, которую может принять и будущий ребенок. О причастности Classify Skylab мистер Манет не в курсе, как и все остальные спыту-участники. Так что он подал заявку, а мы не смогли пренебречь таким генофондом. Перейдем к следующей паре. Лакиша Флеминг. Родилась в большом городе с большими возможностями. Обеспеченные родители смогли дать дочери должное воспитание и образование. Благодаря отцу-бизнесмену она и сама легко смогла освоиться в предпринимательстве. Сейчас она успешный симфлюенсер и востребованный продавец в тренде. Но ее главной мечтой всегда была литература. Здесь спасибо нужно сказать творческой матери. Все эти качества делают ее обаятельным и разносторонним человеком, что немаловажно для проекта. Ее ребенок может перенять как прагматичный взгляд на мир, так и недюжинные способности к творчеству. Разбираться в искусстве никому не повредит коллеге. Однако Лакиша ввиду, мягко говоря, комфортного детства имеет высокие запросы и довольно строптивый характер, что может препятствовать сближению с ее партнером. Но наша первоклассная система отбора и анкетирования сгладила потенциальные острые углы, подобрав ей и идеального спутника Бэра Оушена. Наш эксперимент внутри эксперим... ой, проекта, коллеги. О его прошлом известно мало, так как он пришелец. Именем и фамилией, документами, знаниями о земле и землянах и всем необходимым его обеспечили в Classify Skylab. Но позвольте сразу развеять ваш скепсис. Многочисленные тесты показали блестящие способности индивида к логике и точным наукам. Кроме того, он обладает навыками механики и ракетостроения и может привить ребенку тягу к знаниям. Из-за специфики этого вида иногда он испытывает неловкость в общении, но этот минус должна нивелировать общительность его партнерши Лакиши. Также во время обучения и тестов проявлял сильную симпатию к собакам. Их появление повышало уровень аналога эндорфина в его крови. А что может быть человечнее, чем любовь к братьям нашим меньшим? Он единственный знает о причастности Classify Skylab к этому проекту. И на этом я заостряю ваше внимание. Сотрудник, приставленный к этой паре, должен держать ухо востро. В случае хотя бы малейшей вероятности угрозы секретности, исполняем протокол NEXT без согласования с начальством. Это, кстати, касается всех наблюдателей. И перейдем к последней паре. Дакота Кейден, педагог, как никто другой знает, как подходить к воспитанию самых разных детей. Поэтому Дакота отлично вписывается в концепцию проекта. Девушка из самой обычной семьи всегда считала работу учителя своим призванием. После окончания школы сразу же поступила в университет Придчестера и получила диплом по специальности психология. Правда, могла бы закончить его куда успешнее. Помешала природная общительность и обаяние, которые притягивали к ней все новых знакомых. Вы уже поняли, что общительные и коммуникабельные люди были у нас в приоритете, да, коллеги? Ведь будущие агенты смогут эффективно выполнять задания корпорации, умея внедриться в любое общество. Кроме того, Дакота ярая экоактивистка, что может дисциплинировать будущего ребенка. Также без внимания не остались и ее страсть к активным видам отдыха. Мне уже не нужно объяснять вам, как важно физическое превосходство для этих детей. И ее пара Эдвард Уилсон. На первый взгляд кажется, что такому человеку не место в нашем проекте. Эдвард не блестяще учился в школе, института и вовсе не было в его планах. Он работает в данных будущего исполнительным секретарем. Забегая вперед, замечу, что заурядная профессия только на руку нашему проекту и его секретности. У Эдварда наблюдается недюжинный талант комедии и артистизм. На одном из тестов довел нашего лаборанта Даколик, бедняга до сих пор в больнице. Но сейчас не об этом. Способность уболтать любого удачно украсила бы список достоинств будущего ребенка. Кроме того, он чистюля. А мы все знаем, что чистота благотворно влияет на здоровье детей. Так что на эту темную лошадку лично я не побоялась бы поставить. Каждая из пар заочно, то есть не пересекаясь друг с другом, прошла тесты на совместимость по множеству критериев. И во всех трех случаях результаты стремились к 100%. Подобный вопрос и конек нашего отдела анкетирования, так что в успехе этой селекции я не сомневаюсь. Все три пары будут заселены в уже знакомый нам Стрэнджервиль. Ввиду большого количества военных и ученых в городе, мы сочли его максимально подходящим для проекта. Вы же знаете, Стрэнджервиль умеет хранить секреты. Кроме того, на месте уже работает профессор Беннет, так что нам нечего опасаться. Сейчас на ваших экранах вы видите упрощенную форму для контроля проекта. Не пренебрегайте ей, коллеги, она существенно упростит вашу работу. По секретной почте вам уже высланы полные версии форм, их надлежит держать в специальных сейфах. Прошу всегда помнить об этом, коллеги. Что ж, инструктаж окончен, желаю вам приятной работы. Это сообщение самоуничтожится через 5 секунд. Удачи, коллеги. И помните, невозможное это наша работа. Ну что, май дарлинг, не сильно я вас застращала. Ну не я, конечно же, а новая Рис. Мы с ней не сильно вас застращали тут нашими правилами, атмосферой. Ну а что, знаете ли, расслабляться не стоит, потому что, да, у нас с вами впереди. Нам предстоит очень тяжелая работа. Мы с вами действительно будем наблюдателями за очень интересным экспериментом. Возможно, кто часто лазит на всяких сайтах со всякими челленджами для Sims 4, уже догадались, что за основу этой всей вот этой вот истории я взяла челлендж чудо-ребенок. Но, как вы тоже, естественно, заметили, я его решила немножечко так переделать, немножечко разнообразить, так видоизменить, приправить. Вот это вот, это вот так вот на кончиках пальцев, вот это вот все. Потому что семьи у нас здесь будет три. И это у нас будет самое настоящее соревнование. То есть чудо-ребенков, по сути, будет трое, но самый чудо-чудо-ребенок будет только один. Поняли, да? В общем, по секретной, очень-очень секретной почте. Это, значит, в описании, по ссылке. Я вам отправила действительно настоящие правила этого челленджа, немножечко мной переработанные. Кому очень сильно интересно, я сейчас, естественно, все это расскажу. Но если кому-то очень сильно прям надо знать все правила, досконально документик, я вам скину, значит, по ссылочке. В описании его можно будет найти, потому что немножечко правила я переделала. Мы начинаем с трех пар взрослых симов. Именно взрослых, не молодых взрослых, а именно взрослых симов. То есть у них будет на вот это все про все только две стадии жизни. Это взрослый и пожилой. За это время они должны будут воспитать самого прекрасного, самого замечательного. Вот это вот быстрее, выше, сильнее. Вот такого сверхчеловечка маленького. Ну, сначала маленького, потом, конечно, не очень. Я, естественно, их создала молодыми и уже с ними проиграла вот эту вот всю стадию молодости. Чтобы люди как-то нагулялись, да, чтобы там у них была какая-то жизнь, чтобы они там что-то поделали, какие-то рубежи у них были, навыки, карьера и так далее. Да, естественно, они не будут в одинаковой какой-то финансовой вот этой всей штуке, потому что, ну, естественно, работы у всех будут разные, у всех будут разные навыки, разный набор каких-то жизненных целей, характеров и так далее и тому подобное. И вот как раз, мне кажется, за счет этого будет очень интересно за этим наблюдать нам с вами, коллеги, и записывать все в какой-нибудь листочек, который я подготовлю себе, потому что надо будет прям по ходу все это записывать, потому что потом, когда там ребенок уже станет молодым, это все будет подсчитать просто невозможно. Дальше вы поймете, почему. Также я уже построила для всех трех семей три базовых домика. Кстати, это был очень интересный опыт построить именно базовый домик, потому что я так понимаю, что по правилам челленджа на семью выдается 22 тысячи симолеонов. И вот в эту сумму они должны втиснуться, как бы, чтобы купить себе жилье. И я сделала им очень такие уютненькие домики, но там нет детских. То есть это все они должны будут сделать самостоятельно. То есть у них будет 22 тысячи миллионов на семью. Я их заселяю в эти дома. И вот у них сколько остается, вот так и будут они жить, и что-то пытаться как-то с этим всем придумать. Как-то родить там и вот это вот все. Короче, примерно такая расстановка сил у нас будет. Дома эти уже построены. Кстати, между прочим, если они вам очень сильно нужны, вы можете дать мне об этом знать в комментариях. Вот здесь, прямо, прямо тут, прямо здесь можно где-то оставить комментарий, что вам очень нужны базовые домики. И вот их как раз целых три. На всех хватит, я думаю. Можно, в принципе, я могла бы, я могла бы ими с вами поделиться, но я даже не знаю. Ну, как-то пока просто я их никуда не залила, на самом деле. Они просто построены, у меня лежат в галерее. По поводу длительности возрастных стадий. Из-за того, что семьи три, а Sims 4 устроен таким образом, что если ты играешь в какую-то одну семью в каком-то сохранении, то семья другая в этом же сохранении, она тоже стареет и там всякое вот это такое. А некоторые возрастные стадии, они длятся вот, ну, вот, как бы количество дней там вообще не кратно трем. То есть, получится, что не очень-то справедливо. То есть, например, с каким-то ребенком мы побудем, тоддлером, долго, а с каким-то почти не побудем. Там, один день с кем-то, с кем-то по два. То есть, короче, будет какая-то странная дичь, поэтому это у нас будет еще один долгоиграющий челлендж, потому что я всем увеличила, короче, все возрастные стадии увеличила втрое. То есть, у нас младенцами, ну, точнее, не младенцами, а новорожденными. Новорожденными они будут трое суток вместо одних, младенцами 15 дней вместо пяти и так далее. То есть, мы с каждым ребенком побудем ровно то количество дней, которое подразумевалось при средней продолжительности жизни в игре. Потому что я подумала, что будет намного интереснее, если пары смогут как-то между собой взаимодействовать, что-то там. Опять же, когда у нас они станут подростками, мы же сможем вместе ходить в школу. Я даже скачала какой-то мод, чтобы можно было выбирать себе классмейтов вот этих вот, да. То есть, я даже смогу выбрать, чтобы именно дети из двух других семей тоже шли в школу в этот день, чтобы они там как-то могли взаимодействовать, тоси-босси и всякая такая фигня. То есть, я подумала, что так будет намного интереснее и поэтому придется как бы вот пожертвовать продолжительностью. Ну, даже я, честно сказать, считаю, что это будет долго, но это будет хотя бы справедливо, потому что ровно одинаковое количество дней мы со всеми проведем. Забегая немножечко вперед, в следующей серии, то есть как бы в первой, в самой первой серии, мы с вами просто прям всем троим зачинем детей прям сразу, а потом уже сконцентрируемся в этой серии на какой-то одной паре и проведем день с ней. И так вот у нас будет день с одной парой, день с другой парой, день с третьей парой. С момента рождения первого ребенка он получает звание, собственно, вот этого чуда ребенка, и внимание теперь сосредоточено только на нем. Почему я говорю именно первого? Потому что может родиться двойня. Они могут захотеть, например, второго ребенка, и правилами челленджа это не запрещено, но успехи этого второго ребенка нигде не учитываются. Ха, он никому не нужен. Очень несчастные будут дети, если вдруг родятся двойни или тройни, или они сами потом захотят детей. В общем, это будет очень грустно, но что делать? То есть там даже в правилах оговорено, что даже если каким-то образом так получилось, что первым забеременел, например, мужчина от инопланетянина, вот этот ребенок, он все равно будет считаться чудо-ребенком. То есть потому что он тупо первый. Типа не обязательно даже женщина должна родить, понимаете? Мы вообще без каких-либо гендерных предрассудков здесь. В общем, и дальше, соответственно, если пара там не успела до старости завести ребенка, я не знаю по каким причинам, надеюсь, я не узнаю этих причин, или ребенка забрала соцслужба, или не дай бог что-то с ним совсем случилось плохое, это, естественно, провал челленджа. Ну, в нашем случае провал челленджа какой-то конкретной семьей, и она выпадает из этой конкурентной борьбы. Челлендж заканчивается, когда чудо-ребенок становится молодым, взрослым, и все очки засчитываются только, вот как я уже сказала, за чудо-ребенка. И мы все это подсчитываем и понимаем, значит, кто у нас победил, какая семья. Естественно, у нас запрещены всякие моды-хаки, которые влияют на геймплей, дают преимущество перед другими игроками, типа быстрая еда, быстрое мытье в душе, всякая остальная вот эта дичь, это все у нас запрещено. Продлевать жизнь любыми способами тоже, соответственно, запрещено. Ну, я себе разрешила только вот это вот в три раза увеличить, тупо потому, что у нас три семьи, и я хочу с ними со всеми повзаимодействовать. То есть, никакого зелья молодости, там можно даже посадить проглотить людоедью, но пить ее молоко нельзя. Запрещено, прям написано красным по белому, у меня сейчас по черному, почему-то ворту у меня так странно выглядит. Мы не можем оживлять какого-то Сима, который скоропостижился, или приглашать его призрак в семью, там и так далее. То есть, если что-то не так с ребенком, все, как бы челлендж закончился, никаких лайфхаков по возвращению ребенка обратно, ну нет. Единственный наш шанс, это вступиться перед вот этой женщиной с косой, или не женщиной, и если получится, то круто, а не получится, значит все, до свидания. И это касается всех членов семьи. Присоединять кого-либо к семье тоже нельзя, за исключением, естественно, каких-то соседей, которые, может быть, захотят там к нам приехать в гости и так далее. Единственный способ увеличить каким-то образом семью, это рождение нового ребенка. Мы не можем никого там подселять, каких-то сестер, братьев там и всякое такое. Почему-то это прописано в челлендже, хочу, чтобы вы это знали. Просто я пока не понимаю пока, зачем это написано вообще в правилах, но, возможно, мы с вами как раз-таки по ходу поймем. Такие, ааа, то есть вот поэтому, оа, хорошо, хорошо, понятно. А вот выселить как раз мы можем кого угодно, кроме чудо-ребенка. Вот интересно, что это написано в правилах, но, типа, а если мы выселим обоих родителей, что тогда делать? Усыновлять детей, соответственно, тоже нельзя, дети все должны быть рождены в семье. То есть, если по каким-то причинам у нас там случится какая-то несовместимость и ребенка не получится, челлендж провален. Нам запрещено приобретать и использовать эмоциональные лампы-пламбобы, а остальные предметы, имеющие ауру, разрешены. Видимо, я, кстати, никогда их не использовала в целом, и если бы не это правило, я бы даже и не вспомнила о них. Мы можем влиять на пол будущего ребенка. То есть, если нам нужен какой-то ребенок конкретного пола, нам разрешено на это влиять. Музыкой, едой и вот этими всеми штуками. Некомандным центром. Для родителей могут быть выбраны какие-то активные карьеры, то есть, для которых нам нужно присоединяться. Но с момента рождения ребенка мы не можем покидать ребенка, потому что, как уже говорилось выше, все наше внимание сосредоточено именно на нем. К грусти практически большинства моих комментаторов, которые помогают мне всякими лайфхаками, запрещено использовать бонусы клубов для ускоренной прокачки навыков и влияния на атмосферу. То есть, я так понимаю, что мы можем создать клуб, можем создать туда какие-то действия, типа там делать домашку и так далее и тому подобное, но именно вот это влияние на атмосферу запрещено. Нельзя покупать и использовать божественную корону. Опять же, до того, как я прочитала правила этого челленджа, я даже не знала, что это такое, что это, господи, такое. А это, оказывается, очень интересная фигня. Это типа там что-то надевает сим на голову и какие-то там негативные мысли уходят. Это, в общем, из дополнения про путь к славе. Я даже вообще не знала об этом. Надо как-нибудь попробовать в каком-то другом челлендже. На звонки, связанные с денежной наградой, мы обязаны отвечать отрицательно, чтобы никакого вот этого пассивного заработка у нас не было. Вроде как по правилам, запретам и всякому такому все. Дальше только подсчет баллов. Я сейчас вам его размещу здесь вот на экране и только так бегленько вам это все скажу голосом, если кто-то не смотрит и не читает, а просто слушает. Один балл за каждый взятый ребенком рубеж. Это тоже я добавила, естественно, потому что у нас уже вышло дополнение. Будет странно. Игнорировать целую стадию ребенка, где-то целых пять дней, а в нашем случае вообще практически 15 дней. Я думаю, что все-таки по бальчику хотя бы за каждый рубеж надо. По одному баллу за каждый уровень навыка чудо-ребенка. Это вот то, о чем я говорила. Потом хрен мы сами это все подсчитаем. Только запутаемся, если честно. Хотя мы, может, и в процессе запутаемся, но вы меня распутаете, вы же у меня умники и умницы, потому что вы мне всегда помогаете в этом. Молодцы, спасибо вам большое. При том, что учитываются и детские, и тоддлеровские, и имеющие мало ступеней, навыки, тоже все засчитываются. То есть типа боулинг, фотография, по-моему, тоже пять там степеней и так далее. То есть все это учитывается. Соответственно, если там он уже станет взрослым, как мы подсчитаем его детские навыки? Уже никак. Так, придется это все записывать по ходу. Ну, а я такой организованный человек, что без вашей помощи, как всегда, не обойтись, конечно. По три балла дополнительно мы получаем, если навык развит до десятого или пятнадцатого уровня. Ну, потому что есть у нас навыки пятнадцатого уровня. По-моему, это типа вампиризм или что-то такое. Но я на всякий случай это сама, по-моему, прописала. Просто, чтобы у меня это было перед глазами. На всякий случай. Десять баллов за каждую черту характера. То есть, как бы в процессе какой-то жизни симы могут получать дополнительные черты характера. И это хорошо. Причем в правилах не говорится, хорошая это должна быть черта или плохая. Главное, что она дополнительная. И мы за нее получаем баллы. То есть, мы гарантированно получаем уже сорок. Потому что он к молодому возрасту обзаведется тремя и какой-то еще одной, которая у него будет за жизненную цель. И еще какие-то он будет зарабатывать. И вот за них мы тоже получаем баллы. Плюс 5 баллов за каждую золотую медаль. За отлично проведенный день рождения. То есть, здесь у нас еще и дни рождения детей. Тоже, как бы, на них пристальное внимание. Нельзя просто взять, приготовить тортик и повзрослеть ребеночка. Не-не-не. Так нельзя. Мы будем, значит, устраивать прям грандиозные шоу. Вот эти танцы с бубнами. И вот это вот все. Чтобы получить золотую медаль. Потому что все это тоже учитывается. Дальше идет маленечко запутанная такая история. В детском возрасте, как только чудо-ребенок становится отличником в школе, мы смотрим, сколько дней осталось до подросткового возраста. И если до дня рождения оценка не снизится, мы получаем вот это самое количество баллов. Вот сколько оставалось дней до взросления с момента, как он стал отличником. Я надеюсь, вы понимаете. Я долго разбиралась. Но я не очень умная. Что поделать? То есть, вот, например, чудо-ребенок становится отличником. До подросткового возраста 7 дней. Если оценка за это время не снижается, он становится подростком, значит, ему назначают 7 баллов. Я думаю, так точно понятно. Но если день рождения празднуется на стадии хорошист, то есть что-то случилось, и ему понизили оценку, то баллы эти сгорают и теряются. То есть, если, например, мы дойдем до отличника, а потом посмотрим на вот это число, будет там, например, 14. Мы такие, ага, зашивись, классно. А потом он опять стал хорошистом. Мы такие, блин, все, они сгорели. А потом мы опять становимся отличником, и там остается, например, 5 дней. И вот эти 5 мы себе уже сможем записать, если они, опять же, конечно же, не сгорят. То же самое касается подростка. Далее мы можем зарабатывать баллы на карьерах неполного дня. Как только подросток достигнет вершины карьеры, мы делаем то же самое. Смотрим, сколько остается дней до взросления. И если ребенка не понижают за это время, то мы эти баллы получаем. Мы можем также записать ребенка на внеклассные занятия. Это, опять же, тоже я написала от себя, из-за того, что у нас уже существует дополнение старшая школа. Когда мы достигнем самого высокого звания в этом клубе, или как это, кружке, что там, смотря куда мы его запишем. Также мы смотрим на количество дней до взросления, прибавляем себе все эти баллы, если нас, конечно, не понизили, не выбросили и вообще не отчислили нахрен из школы. Семья Чудо-ребенка может вести бизнес, но вот эти приобретенные какие-то бизнес-бонусы не будут засчитаны в подсчете баллов. Ну, естественно, потому что мы засчитываем только успехи Чудо-ребенка. Собственно, это все. Как только Чудо-ребенок становится молодым-взрослым, челлендж у нас завершен. И если мы устроим вечеринку для этого, то мы дожидаемся ее завершения. И после того, как выберем ему вот эту, а уже окончательную, третью черту характера, мы можем подсчитывать баллы. Вот, кстати, очень важный момент прописан. Если после вот этой вечеринки у нас остаются какие-то непотраченные баллы счастья, мы можем их потратить и только после этого уже считать баллы. Действие, как уже нам Нова Рис сказала, действие этого челленджа будет происходить в Стрэнджервилле. Я не знаю, любите вы это дополнение или нет. Я, если честно, его почему-то очень нежно обожаю, потому что это было сюжетное дополнение. Оно было, блин, интересное. Там была прикольная механика. Вообще, очень здорово, что они пошли на этот эксперимент. Я очень долго думала, что бы мне такое сделать, чтобы можно было вот как бы записать челлендж в сеттинге вот этого Стрэнджервилле. Как бы и сериал Очень странные дела. Мне тоже нравится до третьего сезона, естественно. Что еще я могу добавить? Мне лично просто не терпится его поскорее начать. Мне, опять же, у нас с вами снова дети, снова дети. Что вы, господи, я у нас просто мать. Нефиг взять. Просто что не челлендж, то какая-нибудь фигня с детьми. Но что поделать, такой вот я человек. Я вас поздравляю с тем, что вы теперь посвящены в эту великую тайну. Бейджики с надписью «Наблюдатель» вышлют вам по почте позже. Дорогие сотрудники Classify Skylab, мы с вами будем вместе наблюдать за этим челленджем. Это будет интересная такая работа. Я надеюсь, что вам тоже нравится эта идея. Как всегда, свое мнение пишите в комментариях. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И всех уже люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok